Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. В этот раз я хочу затронуть важную тему, которая волнует наших подписчиков и зрителей. Это видео будет особенно полезно тем из вас, кто собирается приобрести уже построенный загородный дом. И неважно, будет ли это новое строение, либо старое. Посмотрите вот на эти фото. Не проходит и недели, чтобы люди не присылали мне такие изображения. А когда случится первая в этом году оттепель, поток таких фотографий увеличится в разы. Друзья, физически мне не получается ответить каждому из вас. Как бы мне этого не хотелось. Я стараюсь помочь, конечно, когда есть такая возможность. За рулем, либо когда есть свободное время. Но, к сожалению, так бывает не всегда. По этой причине я решил записать видео, на которое мне будет удобно ссылаться и пересылать вам сразу готовые ответы. Когда люди обратятся ко мне с похожими вопросами. Потому что причины тех проблем, о которых пойдет разговор, всегда одни и те же. Отсутствие внутренней вентиляции или ее недостаток. Тема этого видео, почему гниет деревянный дом, либо крыша. Давайте разберемся. Алексей, здравствуйте. Помогите, пожалуйста. У меня беда. Весной прошлого года я купил новый брусовой дом в два этажа с холодным чердаком. Друзья, здесь очень много текста. Все засчитывать не стану. Для тех, кому эта тема неинтересна, вот тайм-код. Перемотайте к самой сути, а для остальных я продолжу. Мой подписчик продолжает делиться историей. Как молодая семья была счастлива заехать в новый дом. А для этого им пришлось отказаться от городской квартиры. И занять дополнительно деньги в банке. Накоплений и свободных средств у молодой семьи нет. Знакомая и нередкая ситуация в нашей действительности. Но счастье домочадцев длилось до весны следующего года. Когда на улице потеплело, а с потолка проступила сырость. При покупке дома будущий владелец не удосужился залезть на холодный чердак. Застройщик заверял его, что делать там нечего. Что крышу лучше лишний раз не беспокоить. Все там хорошо. В общем, чердак покупателями обследован не был. И в этом главная ошибка. Потому что весь этот ужас сырости, плесень, черноту на досках он бы увидел бы сразу. Не обязательно быть экспертом, чтобы понять, что есть серьезная проблема. Положа руку на сердце, скажу, что застройщик был абсолютно прав. Делать на крыше вам действительно нечего. Она будет выполнять работу десятилетиями. Не доставляя хозяевам никаких неудобств. Но только при одном условии. Если при возведении кровли не была нарушена технология строительства. В любом случае, при покупке дома чердак кровли нужно осмотреть обязательно. И желательно найти возможность вылезть на саму крышу. Чтобы оценить качество и состояние кровельного материала. Всех узлов и примыканий непосредственно вблизи. А еще лучше пригласить эксперта при покупке дома. Стоимость его услуг это вообще ничто по сравнению с тем ущербом, который вы рискуете поиметь. Мы приехали вот на конкретный дом. Нас вызвали, есть у человека жалобы, сомнения по образовавшемуся конденсату на чердаке. Типичная мансардная кровля или полумансарда. Имеются скаты, утепленные кровлей. Но также имеется перекрытие. Сверху там холодный чердак находится. Это типичная мансардная кровля. У нас их тысячи в московском регионе. И у меня у самого такой дом. Владелец этого дома с перепугу, видите, затеял тут, переутеплял, поменял пароизоляцию. Влажные работы, понятно, что здесь ремонт. И была такая эконом-пароизоляция с непроклеенными стыками вдоль стен. И включили отопление. Плюс влажные работы, пошло обильное выделение влаги. И, естественно, теплый воздух, влажный, он поднимается куда? Наверх. Схвозь непроклеенную пароизоляцию, все поднималось на холодный чердак. И наш владелец не поднимался туда в люк. И как-то случилась оказия, он поднялся и ахнул. Весь холодный чердак в конденсате, грозди вот этого инея замерзшего. Он сбросил мне фотки, говорит, караул, что делать? Почему конденсат, гниют доски, чернеют, темнеют на чердаке? Мы сейчас полезем и разберем этот момент. Владелец сказал, что супердиффузионная мембрана здесь на кровле использовалась. Это уже большой плюс. Была бы обычная гидроизоляция, все, кровля бы под замену. Приток воздуха хорошо имеется. Во фронтонах сделаны 110 трубы с двух сторон. Для притока этого достаточно. Но конкретно в данном случае человек рассчитывал, что на вот этой вытяжке во фронтонах 110 трубы, будет и вся вентиляция происходить. Ничего подобного. Когда он включил отопление в доме, шли внутренние работы, влага вся подымалась сквозь непроклеенную пароизоляцию. И он мне присылал в WhatsApp фото, что здесь просто гирлянды, конденсат, изморозь, все это висело. И он с перепугу. Вот мы приехали сюда. Мы приехали сюда вовремя. Процесс гниения досок еще не начался. Это верхняя точка чердака. У нас такой он здесь холодный треугольник. Несмотря на то, что кровля мансардная, но здесь холодный треугольник. Теплый воздух куда идет? Естественно, подымается вверх. Если у вас плохо утеплено или влажные работы происходят в доме, теплый воздух, влажный, будет подыматься наверх и собираться здесь. Если на улице мороз, минусовая температура, все это будет как бы заиндевелось и не. При потеплении все это будет таять, капать вниз. Доски будут преть и гнить. И с годами, если у вас доступа на чердак нет, все закрыто, может произойти самое худшее. Сгниют и разрушатся ваши конструкции. Крыша будет жить очень недолго. Если есть непроветримое помещение, которое не вентилируется, теперь мы прорезаем эту часть. На нашей кровле здесь, благо, строители сделали вентилируемый конек. Он имеется по всей длине. Здесь битумная черепица. Пластиковый конек. Вон видно. Вот, чувство, уже пошла вентиляция. Тяга заработала. Так должно быть вдоль по всему коньку. Но вернемся к нашей проблеме. Учитывая все то, что я изложил и фотографии, которые вам отправил, подскажите, Алексей, возможно ли мне своими силами убрать все косяки и, пожалуйста, напишите коротко, как это сделать. Иными словами, подписчик задает мне прямой вопрос. Можно ли устранить его проблему без существенных финансовых затрат? Как говорится, хочет отскочить малой кровью. Конечно, можно. В подобном случае выход имеется. Правда, совсем без затрат обойтись не получится. Съездить на строительный рынок за покупками нам все-таки придется. Понадобится антигрибковый отбеливатель для доски, клея, герметики, возможно, рулон той или иной пленки, ручной и электроинструмент. Ну и, конечно, руки, которые растут из плеч. Итак, если у вас случилась подобная история, вот теперь проявилось намокание на потолке, заглянули на чердак, там сразу запах заслости, включили свет и видим почернейшие доски стропильной системы со следами подтеков, то эти симптомы указывают на наиболее вероятный диагноз. Полное либо частичное отсутствие вентиляции холодного чердака. Устраняем эту проблему самостоятельно. Нужно найти причину травмы и залечить ее. У нас должно быть представление о таком физическом явлении, как вентиляция, понимание проблемы и способ ее устранения. Вентиляция Вентиляция Буквально с латыни переводится как проветривание. Это есть процесс перемещения газов под воздействием разности давления. Внутренний воздух в помещении в любом случае должен выводиться и заменяться наружним, постоянно. Вентиляция может быть как естественной, так и принудительной. В первом случае она совершенно бесплатная. Ее работа обеспечивается законами природы. А во втором случае придется платить за электричество. По типу различают приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию. А по способу воздухообмена она может быть местной, аварийной и противодымной. Я специально избегаю сложных технических нагромождений. Для того, чтобы большинству людей было понятно, не у всех же есть диплом инженера. В жилых помещениях подаваемый воздух можно согревать, кондиционировать, ионизировать и фильтровать. А можно этого и не делать. Но заменять внутренний воздух наружным нужно без остановки. Это важно для нашего здоровья. Ну а кондиционировать, либо обогревать поступающий поток, это уже по желанию, чисто для комфорта. Итак, как работает вентиляция? По сути, это банальная тяга. Мы с вами живем как бы в кислородной чаше. В горах воздух разряжен. Движения даются тяжело, потому что кислорода мало. А на уровне моря дышится легко. Кислорода достаточно. В природе воздушные массы перемещаются естественным образом. Но всегда сохраняются определенные условия. Чем выше мы поднимаемся, тем ниже давление атмосферного столба. А в закрытом строении движения воздушных масс нет. Но его можно обеспечить. Потому что закон разности давления никуда не делся. Нужно дать воздуху зайти вниз строения и выйти вверху. И вот вам самая простая вентиляция. Что происходит в нежилом помещении, скажем на чердаке, если там этой самой вентиляции нет. Вот как выглядит грибная плесень. Один из пороков древесины, приводящих к ее разрушению. Плесень может быть ядровой, то есть внутренней, или заболонной, то есть внешней. По месту образования различают боковые, либо торцевые, сучковые, либо раневые виды плесени. Органического паразита, неизбежно убивающего древесину. Если вокруг пиломатериала образуется благоприятная для плесени среда, то она обязательно возникнет. Тепло, влажность и отсутствие движения воздушной массы приводят к образованию грибковой плесени. Процесс умирания древесины называется задыханием. Либо опрелостью. И проходит он в три этапа. На первом этапе, если вы вовремя обнаружили проблему, как наш герой, то беспокоиться сильно не стоит. Все поправимо. Первый этап называется побурением. Видно изменение цвета дерева. Почернение, как правило. Но грибок еще в зачаточном состоянии, разрушение еще не началось. Второй этап называется подпар. В этой стадии плесень становится грибком, и отчетливо виден белый гнилостный наряд. В этом случае уже проводится частичная выбраковка досок стропильной системы. И если кровля имеет сложную геометрию, то где-то уже локально придется разбирать крышу. Сделать качественно своими силами будет уже намного сложнее. Ну и третий этап. Это клиническая смерть древесины. Фазой мягкой гнили. Трухой. В этом случае проводится полный демонтаж кровли. И строительство новой стропильной системы. Мой подписчик просит дать ему конкретные указания. Как спасти кровлю и продолжить счастливую жизнь под своей крышей. Что ж, я помогу ему и начну с анализа присланных мне фотографий. Итак, дано. Кровельный материал. Битумная черепица. Наличие подкладочного ковра. Неизвестно, не знает. Подкровельный материал. Листы его СП. Логостойкость. Марка листов неизвестна. Обрешетка разряженная через 40 сантиметров 50. Доска дюймовка. Прородух в зоне конька отсутствует. Сверху на утеплителе ветрозащитная пленка без маркировки. Подшивка карнизов кровли. Сплошной пластиковый софит. Проанализировав эти данные, я подтверждаю диагноз. Стропила гниют из-за отсутствия вентиляции холодного чердака. Необходимо срочное уменьшательство. Улучшить утепление перекрытий, дабы исключить попадание теплого воздуха на чердак. И улучшить вентиляцию самого чердака. Заглушен напрочь конек. Приток имеется, но нужно сделать выход воздуха. Установить точечные аэраторы. Либо вентилируемый конек. Теплопотери происходят у него на холодный чердак с перекрытием. Гидроизоляционная пленка класса А. Это ветровлагозащита. Она пропускает сквозь себя все тепло, влагу. Все попадает на чердак. Ее нужно обязательно заменить. Здесь у нас утеплитель 150. Здесь я наблюдаю щели с ладошку. Представляете, утепление 150 миллиметров. Для нашего региона это вообще мало. И утеплитель уложен кое-как. Здесь находится уже гипсокартон. Сделана отделка. То есть ремонт нам производить нужно с чердака. Заняться переутеплением перекрытий. Тогда влажный воздух не будет попадать на холодный чердак. Плюс в этой зоне нет вентиляции конька. Естественно, влажный воздух наседает здесь на балках. Это прекрасная среда для плесени. Демонтировать утеплитель. Пароизоляцию вставлять ванночками сюда. Вот так. И все стыки проклеивать. Выбраковывать утеплитель. И делать утепление минимум 200 миллиметров. В описании можете посмотреть. Я уже объяснял, как подробно здесь это делать. Аэраторы, как правило, монтируются ниже конька, там на полметра. Вентиляторный конек это все-таки самая верхняя точка вентиляции. Аэратор, он будет чуть ниже. Теплый воздух будет все равно подниматься до самой верхней точки. И аэратор, имейте ввиду, конечно, он работает вокруг себя. Вентилируемый конек все-таки предпочтительный. Вентиляция чердачного помещения и переделка утепления перекрытий в комплексе все решит эту проблему. Вентиляция чердака запущена, я надеюсь. Перекрытие мы утеплили. Отлично. Теперь необходимо избавиться от споров плесени и грибка. Обрабатываем пораженные участки древесины специальным отбеливателем на хлоровой основе, состав которой входит антиорганика, то есть яд. При этом не забываем о защите глаз, рук и органов дыхания. На следующий день, я вас уверяю, древесина будет чистенькая, беленькая, как новая. Если это все-таки первая стадия гдиения, как у нашего героя, который успел обратиться. А в течение нескольких недель состав испарится и потоком воздуха будет унесен через конек в атмосферу. В жаркий летний сезон еще раз проверить состояние древесины на чердаке. При необходимости повторить обработку деревоотбеливателем. Полностью просохнув на жаре и при наличии работающей вентиляции, стропильная система больше уже не загниет. Ваша проблема решена малой кровлей, если так можно сказать. Конечно, этот мой диагноз и метод лечения болезни можно назвать лишь условно точно. Я всегда говорю, что для постановки точного диагноза пациента надо видеть. Мне нужно присутствовать на объекте. Итак, на этом все, дорогие друзья. Не забывайте вентилировать свои чердаки. Обращайтесь в Кровмонтаж. Надеюсь, это видео было полезным для вас, познавательным. Ставьте лайки. С вами был я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Пока!